В России создается единый национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. Это стало возможным благодаря совместной благотворительной акции Первого канала и Русфонда. Теперь врачи-трансплантологи призывают горожан сдавать кровь, которая может спасти десятки, а то и сотни жизней. На Первом канале включение из Петербурга. Доброе утро. В свои 17 лет Олег Кавригин говорит, что мир несправедлив. Кто-то выздоравливает, а кто-то, как он, хочет, но у него не получается. У Олега Лейко с 2005 года и сейчас произошел очередной рецидив. Единственный шанс на выздоровление – пересадка костного мозга. На данном этапе два блока химиотерапии позади. Ну, понятно, что состояние оставляет желать лучшего. Когда химия никого, к сожалению, на ноги не поднимает. Последствия ее непредсказуемые. Но мальчик у нас сильный, мальчик у нас бойкий, поэтому он должен все выдержать. Или не должен, а выдержит все это. За годы болезни Олег понял одно – бороться надо до победы. Его семье уже озвучили сумму – 18 тысяч евро на поиск донора костного мозга за рубежом. Но у семьи есть шанс найти донора в России. Чем так важно создавать национальный регистр? Вы знаете, что мы иногда в огромной международной базе, которая до 20 миллионов доноров насчитывает, не можем найти совместимого донора для нашего ребенка. А здесь, в таком маленьком регистре, еще маленьком, здесь мы уже провели 10 трансплантаций. Это самый главный показатель. Очередь перед лабораторией в Институте детской гематологии Раисы Горбачевой только радует врачей и создателей национального регистра. Стать донором очень просто. Кстати, наша съемочная группа убедилась в этом на собственном примере. Сначала мне дали заполнить анкету. Там же выражаешь согласие быть донором. Затем берут кровь на так называемые типирования. В современной лаборатории определяется уникальный генный набор. И если он совпадет с генотипом больного, то вас пригласят на саму процедуру забора клеток. Их можно сдать двумя способами на ваш выбор. Врачи проводят забор под наркозом или методом, похожим на привычную сдачу компонентов крови. Помогу я, помогут и мне. Таков принцип людей, желающих стать донорами. Я узнал об этом, так как моей помощи потребовался мой близкий друг. Я захотел помочь расширить базу доноров костного мозга. Возможно, я очень надеюсь на это, что наша деятельность поможет в спасении его жизни. Александр Федоров, как никто, знает, насколько бесценен донорский подвиг. К осени ему сделали трансплантацию. Донора нашли за рубежом. Сумма 18 тысяч евро прозвучала как приговор. Ведь ему, чтобы просто приехать в Петербург из далекого поселка Новосибирской области, пришлось продать лошадь. Но нашлись добрые люди из благотворительного фонда и взяли все расходы на себя. Такое не проходит просто так, признался Александр. Стал более честным, наверное. Более открытым. Стал верить, что есть люди, которые могут действительно бескорыстно помочь. Регистр костного мозга – это вовсе не огромный холодильник, где хранится костный мозг. Это база данных потенциальных доноров. В нескольких городах существуют разрозненные регистры. Сейчас они объединяются, и в них всего около 30 тысяч человек. Для подбора донора этого мало. Различных комбинаций генов так много, что по статистике одно совпадение происходит на 10 тысяч человек. По сравнению с донорами из регистров других стран, совместимость доноров из российского регистра намного выше. Это связано с тем, что доноры россияне намного больше совместимы по этой цепочке генов с нашими жителями, жителями нашей страны. Создатели регистра говорят, что нужна и национальная информационная программа по поляризации донорства костного мозга. Эта программа просто необходима, потому что пока эта задача выполняется только благотворительными фондами и докторами, которые работают в этом направлении. И теми людьми, которые с этим столкнулись, непосредственно пациенты и их родственники. И нужна государственная поддержка. Она обязательно нужна, потому что регистр страны – это просто золотой запас каждой страны. Пополнить этот золотой запас может каждый из нас. Нужно просто прийти в Институт гематологии Раисе Горбачевой, сдать кровь и изъявить желание быть донором. К тому же национальный регистр можно поддержать и материально. Совместная акция Первого канала и Русфонда продолжается. Отправьте с мобильного телефона смс на номер 5541 со словом «донор». Таких сообщений может быть сколько угодно, каждая по 75 рублей. Ваше сообщение может спасти не одну жизнь.